Приходи! А ну-ка, отошли и бросили оружие! Или я стреляю! Повторяю, бросайте оружие, быстро! Ты как? Ерунда, поцарапали. Вы ебанутые! Ты ранена? Погоди, сестренка, я перебежу. Забей. Пойдем отсюда. Мы не успели отойти, под... Они сразу перегруппировались, стали ракетами фигачить. Я потерял всех. Как всех? А Скорпион, он здесь? Митч! Митч! Он... он же... По нам, прости меня. Я не успел. Нет! Нет! Ты уверен? Нету! Надо было догадаться, что Скорпион захочет поехать. Более. Ты сделала, что могла. От тебя здесь ничего не зависело. Дерьмовая история. Соболезно. Жаль, что мы не успели. Это были хорошие люди. Прекрасные люди. Они не должны были здесь погибнуть. Я могла его удержать. И я пытался. Тебя бы он тоже не послушал. Слушать было не в его духе. Упертый засранец. Раз вы были рядом, значит, тоже гонялись за этим Ави. Может, расскажете, зачем? Все в порядке? Может, тебе помочь? Спасибо, что вытащил меня. Жаль, не смог вытащить всех. Ну что уж теперь. Зачем вы поехали к Ави? Вы не видели, чье оно? В том-то и дело, что не видели. Оно было подбито, а мы знаем эти места. Сразу поняли, где оно упадет. Я подумал, им нужна будет помощь. В худшем случае мы бы просто забрали добычу. Я не знал, что все так будет. Мне нужен пассажир, который летел в этом Ави. Ты что-нибудь знаешь? Видел его? Они забрали его. На наших машинах. Куда? На запад. Их мало. Небольшой отряд. Охрана этого пассажира. Они хотели связаться с базой. Выходит, это вы их шиндарахнули импульсом? Да, пытались вас предупредить, но связи не было. Если они забрали тачки, поедем по следам шин. Я поеду за ними. Останься с Митчем, я справлюсь. Я с тобой поеду. Я же обещала, что помогу. Кроме того, эти твари убили Скорпиона. Я им этого не прощу. Не спорь с ней, Ви. Бесполезно. Езжайте, я соберу людей. Тут есть чем заняться. Я оставлю тебе тачку на всякий. Только аккуратно с пушкой. Она любит ломаться. Возьмем байки. Отлично. Кантао явно ищу давить с того момента, как потеряли с ним связь. Лучше поспешите. А нам. Что? Ты же вернешься за машиной? Вернуться. Надо валить, пока сюда не прислали спасателей. Почему ты осталась со мной? Настолько хочешь отомстить? А тебе-то что? Я хочу поймать твари, которые убили моего друга. Но с тобой у меня тоже уговор. К тому же, без меня тебя просто раскатают. И то правда. Спасибо. Я их всех урою, Ви. Всех до одного. Я пойду с тобой. До самого конца. Знаешь что, Ви, ты хороший. Ты помог мне с Нэшем, потом с Митчелл. Я у тебя в долгу. Так что найду я тебе этого Хельмана. А, значит вот как. Просто отдаешь долг? Нет. Хочевники всегда помогают своим. Так я теперь для вас свой? Больщен. Поехали. Надеюсь, они не слишком далеко. Посмотрим. Там начинаются следы шин. А, плохо дело. Эти ребята были тут. Прямо, видишь? Так, поехали за ними. Скорпион говорил, мне будет плохо в городе. Он так хорошо тебя знал? Может даже лучше, чем я сама. Он говорил, что там несколько дней в городе. Мы накопили консерву. Нападя же в термосах, он списывал. И поедем туда глаз от этих. Мы хотим идти подальше. Клево. И я бы так хотел. Да. Почему? Почему так всегда? Почему? Тут только старый бетон и сжавые железки. Ну, слушай. Если они хотели отсюда предупредить своих, их шталп. Но ты-то жив, а? И у тебя есть еще кое-какие дела. Осторожно! Это вам за наших, мудачьё! Не за снайперы, прячься! Сживее! Снайпер вылез! Солдаты забрали Хельмана с собой. Ладно, признаю, это было клёво! Тогда ускоримся. Солдаты забрали Хельмана с собой. Это одна из наших, из их машин. Давай подъедем ближе. Тут, наверное, больше можно не искать. Хватит. Тут никого нет. Надо проверить, куда Кантау его забрали. Скорей! Ты была права. Она сломалась. Ее еще пытались как-то реанимировать. Но масляный насос сдох. Поршни не выдержали. Пару лишних минут это нам дало, но они все равно впереди. Они оставили пару человек и поехали с Хельманом дальше. Разумно. Им же надо вызвать своих. Вряд ли они рискнут поехать через пустыню без прикрытия. За ним приедут, не волнуйся. Что? Скорее всего, Хельмана увезли куда. Вы тут все поляшите, уебчики. Давай. Осторожней. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует... Здесь... Субтитры сделал DimaTorzok. Все эти номерки деньгами... Три номерки деньгами... Все эти номерки деньгами... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Продолжение следует... 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 Кто тебя послал? Эй, спокойно. Нам надо поговорить. Кто тебя послал? Юрино Барасака? Ты меня увезешь? Загнали в угол и начал ныть. Только в этот раз ему никто не поможет. Заткни его уже. Что, не любишь таких? Если что, он от тебя тоже не в восторге. Этот ловчилый не знает... Кто тебя послал? Юрино Барасака? Загнали в угол и начал ныть. Только в этот раз ему никто не поможет. Заткни его уже. Что, не любишь таких? Если что, он от тебя тоже не в восторге. Этот ловчилый не знает, кого ему больше бояться. Кто тебя послал? Юрино Барасака? Загнали в угол и начал ныть. Только в этот раз ему никто не поможет. Заткни его уже. Что, не любишь таких? Если что, он от тебя тоже не в восторге. Этот ловчилый не знает, кого ему больше бояться. Тебя или Арасаки. Ничего личного. Ты вроде собирался позвонить Такэмуре, когда найдешь Хельмана. Да, точно. Сейчас позвоню. Не забудь, у тебя есть туз в рукаве. Это Хельман. Постарайся на этом что-то выиграть. Такэмура спас мне жизнь, ты помнишь? Потому что это было в его интересах. Это все бизнес, ничего больше. Он тебе неприятель. Такэмура, хорошие новости. Хельман у меня. Живой? Что он сказал? Живой, живой. Только не слишком разговорчивый. Я везу его в мотель Сансет. Хорошо. Я подъеду. Не отпускай его. Как скажете. Пока. Лучше вывезти его туда, где тихо. Согласен. Похоже, твои новые друзья прикатили. Это он? Да, он. Вытащи его и закинь на мотоцикл. Сиди смирно. А вот и кавалерия. Мич вызвал кое-кого из Альдекальдов. Все чисто. На дороге никого не было. Но лучше тут не задерживаться. И зачем он тебе? Это долгая история. Даже не знаю, откуда лучше начать. Ну, в другой раз. Сол. Здесь мы закончили. Все чисто. Слышал, ты спас Митча. Он и по нам. Они оба мне помогли. Надеюсь, он этого стоил? Я пыталась связаться со Скорпионом. Может, я могу чем-то помочь? Ты уже помогла. Я пыталась его удержать. Круто. Отворачивайся. Делай ведь, что меня нет. А то у тебя всегда хорошо получалось. Погоди. По нам правда не виновата. Помолчи. Мы с тобой на брудершафт не пили. Никто никого не обвиняет. Ни в чем. Да. Конечно. Это все из-за меня. По нам помогало мне. Если бы не я, Ави бы не сбили. И Скорпион со своими парнями за ним бы не поел. Ты понимаешь, Соло? Если ты Аль-Декальда, ты отвечаешь и за себя, и за свой план. Независимо от обстоятельств. Может, по нам нужно спросить тебя, по-прежнему ли она Аль-Декальда? Просто охренеть. Да не парься из-за Соло. Он потом успокоится. Да, мне все равно. А ему далеко не все равно, по нам. Соло сказал ехать за вами, когда про все узнал. Он волновался за тебя, понимаешь? Соло? Это он сказал? Слушай, может, вы с ним пока в контрах, но мы одна семья. Для семьи Соло сделает все. Только я уже не уверена, что я с вами одна семья. Ты знаешь, что это так. Возвращайся. Понимаю. Извини, что тебе пришлось на это смотреть. У нас иногда бывают такие споры и драмы. Но ничего, переживу. И ты тоже. Ну, старайся, не лезь на рожон, окей? Ну, что теперь? Вернешься в Найт-Сити. Я-то? Ну да, наверное. Мне надо посидеть и подумать о разном. Соло и Митч, они ведь правда считают тебя частью семьи. Может, стоит дать им шанс? Мне все так просто. Как и в любой семье. Они на подлете. Вах, минута. Валим! Я тоже поеду. Байк Скорпион остается тебе. Осторожнее с ними. Девушки отдыхают. А можно поконкретнее? Это не важно. Тебе все равно отсюда не выбраться. Зачем мы здесь? Я хочу поговорить про биочип, который ты сделал для Аросаки. Хорошо. Только сначала давай кое-что проясним. Тебя прислал не Йоринобу, а Аросака? Нет. Значит, у тебя ко мне предложение. Если твой босс платит больше, чем Кантао, Можем поговорить. Меня никто не присылал. У меня проблема, и ты поможешь ее решить. Не понял. А при чем здесь тогда биочип? У меня в голове конструкт Сильверхэнда. Это сводит меня с ума во всех смыслах. И будет еще хуже, если его не убрать. На блокадах об этом не писали. Даже мелким шрифтом. Как Сильверхэнда? Его конструкт? Это невозможно. Откуда у тебя этот биочип? Я украл его. У Йоринобу Аросаки по заказу одной телки, которая потом меня кинула. И ты решил, что лучше всего будет засунуть его себе в голову? В тот момент других идей не было. Потом я словил пулю в бошку, и конструкт меня перезагрузил. Я знал, что план Йоринобу провалится. Кто бы мог подумать, что это будет именно так. Уникальный прототип Аросаки буквально оказался на улице. Сука, убери биочип из моей системы. Это не так просто. Я не понял сейчас. Это же ты его сделал. В чем проблема? Если ты говоришь правду, то в голове у тебя новая экспериментальная версия биочипа. Просто так его не вынешь. Мой рипер сказал... Ты что, показал биочип какому-то мяснику? Кто еще о нем знает? Да я чуть не сдох. Или ты что думаешь, что я первым делом поехал сбивать Ави Кантао? Чем эта версия отличается от старой? У нее другой тип энграммы? Более... Разумный. Агрессивный? Уникален сам биочип. А не энграмма Сильверхенда. Все предыдущие версии чипа служили исключительно для контакта с записанными энграммами. Они выпускались поштучно и стоили до хера. Все верно. А этих еще меньше. Они служат для установки энграммы в новое тело. Когда я уходил из Арасаки, проект был еще на этапе тестов. Как по плану должна работать эта новая версия? Вы хотели, чтобы энграммы выкидывали людей из их собственных тел? Так и должно быть? Во время испытаний мы предполагали, что тела к моменту установки чипа будут уже нейронейпральными. То есть, мертвыми? Да. Поэтому то, что случилось с тобой, так интересно. И сколько стоит бессмертие? Кто мог бы позволить себе такой чип? Никто. Эта модель должна была остаться в лаборатории. Прототип делали по приказу Сабура Арасаки. Он лично с самого начала курировал весь проект. Если бы не Юринобу, никто бы о нем и не узнал. А если бы не ты, проект бы не завершился успехом. Это настоящий прорыв. Ууу, как мне повезло. Теперь я сама уникальность. Так ты мне поможешь? Ну-ну. Мне надо на него посмотреть. Эй, мы едва знакомы. Ты еще не заслужил мое доверие. А как ты себе представлял нашу встречу? Чтобы тебе помочь, я должен тебя осмотреть. Ладно. Невероятно. Это похоже на... Жесть какая. Этот пиджак будет нам помогать. О боже. Что, впечатляет? Как жаль, что я не смогу это толком изучить. Да, очень жаль. Не быть тебе подопытным кроликом. Говори, что делать. Мне очень жаль, но у меня плохие новости. Твоя нейронная сеть полностью разрушена. Она не сможет работать самостоятельно? Единственное, что я могу сделать... Е-е-е, давай поторгуемся. Это дать тебе координаты хорошей клиники в Швеции. Там прекрасное оборудование. Тебе помогут справиться с болью на терминальных стадиях. Погоди. Ты сказал, что проект был на стадии тестов. Откуда ты знаешь, чем это кончится? Я-то знаю. Я только что видел, как конструкт грызет твой мозг. Он запрограммирован так, чтобы приспособиться к новой среде. Любой ценой. А твой недоразвитый куриный мозг не умеет с этим бороться. То есть... Энграмма рано или поздно победит. Да. А из того, что я слышал о Сильверхенде, эта победа будет именно в его стиле. Ну надо же. Похоже, я стал легендой в Арасаке. Так что именно происходит у меня в голове? Это лучше ты мне скажи. Каково это, жить с двумя личностями? Это не то же самое, что слышать голоса в голове. Ты одновременно и ты, и Сильверхенд. Я вижу его и могу с ним разговаривать. Это, конечно, не вполне разговор. Но я понимаю, о чем ты. Скажи, ты уже заметил, что конструкт влияет на твои решения? Блядь, может, хватит. Если надо что-то решить, Джонни становится просто голосом в голове. Даже если у него другое мнение, он не может меня заставить. Не поспоришь. Таких упертых носителей еще поискать. Ты не то, чтобы с ним сражаешься. Его влияние будет проявляться постепенно. Медленно, но верно. В смысле? Ты начнешь делать то, что раньше казалось неприемлемым. Для прежнего тебя. Ты же знаешь, кем он был. Это не просто рокер, это фанатик. Террорист. Самоубийца. Ну, ебанутся. И кто же из нас втирает тебе хуйку? Поэтому я считаю, что тебе пора подумать об изоляции в клинике. Джонни, по крайней мере, не продался, как ты. Ты его защищаешь? Или это он сам сейчас говорит? Погоди, погоди. Может, он даже пытался уже взять контроль над твоим телом? Только на минуточку. Нет. Слушай, а правда, хорошая же идея. Слышь. Шучу. Ты смотри, этот пиджак тебя сейчас заболтает. Знаешь что, хватит с меня. Ты тянешь время, что ли? Не пойму никак, ты пытаешься убедить меня, что бесполезен? Тогда я просто стрельну тебе в башку и сэкономлю нам обоим время. Ну, наконец-то. Я попытаюсь тебе помочь. Если ты пойдешь со мной в Кантао. Пытаться недостаточно. Такое ощущение, что ты как будто хочешь купить себе проход на китайскую сторону. За мой счет. Ты знаешь, сколько стоят данные в твоей голове? Даже если я не смогу тебе помочь. Их надо спасти. Ебать мой лысый хуй. Он совсем, что ли? Сам же сказал, что ты прав. Забудь про Кантао. Других идей нет, что ли? Если ты хочешь обратиться к кому-то еще, могу отдать тебе данные по проекту. Полную документацию, чертежи, расчеты. Кантао предлагала за нее довольно много. Данные у тебя? Нет, блядь, у тебя. Нахуй нам сдался без них. Ви. Такэмура? Что он тут делает? У него к тебе тоже пара вопросов. Не огорчай его. Вдруг он тебе поможет. Почти закончили. Где данные? Лучше, чем ничего. Может, найдем кого-то, кто понимает этот технотрек? Что вы с ним сделаете? Пока еще не решил. Вы что, серьезно? Ну, я могу быть импульсивен. Он ваш. Я вас оставляю. Я надеюсь, мы договоримся. На твоем месте я бы приложил все усилия. Ви. Я запомню это. Ох, как жарко. У меня язык, как наждачная бумага. А, неужели Ви не дал тебе даже стакан воды? Возмутительно. Бесчеловечно. И они такой. Ты сразу почувствуешь разницу. Я дам тебе целые ведра. Нет, не стоит. Я дам тебе целые ведра. Я дам тебе целые ведра. Я дам тебе целые ведра. Я тебя или Арасаки. Ничего, лично. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 ДимаTorzok